здравствуйте уважаемые друзья так получилось что сосед у меня вышел с кряга больше чем я и принес мне вот такие овсетные крючки которые уже не знал куда приспособить чтоб я ему что-то приготовил для рыбалки спиннингом но учитывая то что такая приманка я уже выкладывал и изготавливал неоднократно можно ее изготовить с меньшей огрузкой можно ловить спокойно микроджигом нахлыстом то есть практически для всех видов рыбалки изготавливается достаточно легко просто но есть определенные нюансы по материалам процессе изготовления я сейчас вам все 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 буду рассказывать вот внешний вид как вы видите это вот из обыкновенного такого вот крючка мы изготовили джиг для спиннинга самыми минимальными затратами если нет у вас вот такого крючка его можно изготовить из другого крючка если у вас имеется но этот должен быть крючок с удлиненным цевьем вот приблизительно вот такой вот длины тогда здесь я как всегда обычно беру зажигалкой турбинкой подымаю вверх колечко и точно так же изготавливаю уже для нахлыста микроджиги давайте приступим что нам понадобится для того чтобы мы изготовили такое счастье как вы видите здесь у нас присутствует крючок который был не огружен и мы с вами его загрузили чем же это можно сделать тип давайте сейчас рассмотрим закрепим его хорошо то он у меня травмированный в работе другом что я взял обыкновенный крючок и существуют вот такие вот свинцовые пломбы под пломбираторы одеваете его но предварительно я сделал подмотку нитки и потом аккуратно подвел и посадил его на клей если такого у вас допустим материала нет можно использовать картечь можно использовать просто намотать свинец а потом придать форму головки то есть вы уже сами потом поэкспериментируйте глазки глазки мы изготавливаем сами как я уже в моих фильмах вы видели и знаете достаточно материала и всего чтобы можно было изготовить все это в домашних условиях поэтому вы знаете что продаются в магазинах всевозможные вот такие вот блестящие и розовые красные белые прозрачные золотые какие угодно я их подкрашиваю фломастером а потом уже дальше изготавливаем пока мы будем изготавливать нашу приманку мы должны с вами закрепить глазки многих возникает вопрос портят в момент приклейки глазок даже уже готовые изделия чтобы этого не происходило я обычно всегда наношу на место где у меня будут глазки клей клей я использую уже неоднократно показывал в своих фильмах гилевый потому что он позволяет не бегать нам не суетиться аккуратно беру кто иголочкой кто как кому как угодно глазик и уже потом сверху так чтобы не было у меня вероятности соприкосновения с моими глазками ноготками я его придавил переворачиваем обратно все в одной плоскости переворачиваем обратно и также здесь ноготком придавим его все глазки наши вот они они приклеились потом мы капнем немножко лака чтобы они освежились и все будут в порядке нанесем на цевьё крючка клей и здесь очень важный момент так как вот я специально одну приманку изготовил они одинаковые по величине крючка одну изготовил как вы видите по всей длине тела то эту приманку мы будем изготавливать немножко чтобы тело было покороче приманка такого типа неоднократно я уже рассказывал очень хорошо работает по сумму судаку и щуки практически весь рыболовный сезон нитку я беру достаточно плотную где-то может быть 60 белого цвета так как чтобы не проявлялся материал через нитку дошли вот как раз до нахождение жала остановились что мы делаем нам необходимо добавить опять же точку атаки красный хвостик вот у меня имеется вот такой мех писец писа я беру щепотку приблизительно по толщине треть карандаша или чуть толще ампулки удаляю под шерсток так как мне не нужно чтобы был бугорок при соединении при соединении других материалов и обязательно на место теперь нам нужен будет клей почти все время так как наша рыба достаточно зубастая крепко и наш наша приманка долго не сможет служить и немножечко нанесем на нить теперь смотрите что я делаю я переворачиваю крючок в удобное для себя положение держу вот так вот чтобы у меня была кисточка и слегка как бы одеваю мех на крючок слабой слабой петлей прихватываю не затягиваю буквально пару раз и только лишь потом подтягиваю у меня получается так что мех равномерно огибает полностью все мое цевьё после этого только лишь я уже усиленным натяжкой нитки я креплю живи закрепляю материал годится все точку атаки мы установили для еще дополнительного привлечения хищника можно добавлять а можно и не добавлять я беру вот такой вот голографический люрекс плоский потому что весь крученый будет путаться у нас с мехом чтобы этого не было мы используем плоский установили годится достаточно даже если без всяких блестков достаточно хорошо работает приманка допустим для судака ему большого значения не имеет блестит она или же не блестит так как он больше на движение приманки реагирует что нам понадобится нам нужно будет еще обязательно проволока значит используйте практически любую какую вы захотите ну вот я всегда обычно покупаю вот такие наборы разных цветов и легче потом работать теперь нам понадобится хвостик чтобы значительно больше была привлекательность приманки мех можно использовать лису чернобурку песец вот ну все что более-менее подходящее у вас будет иметься дома главное чтобы длина его было достаточно вот приемлемая как вы видите хорошая вот такая жирная кисточка получилась отрезаем уже по толщине буквально целого карандаша учитывая то что мы отсюда удалим подшерсток и у нас останется мало как я удаляю я отступаю определенное количество и уже вот это свободное все весь этот мех можно расческой можно щеткой но я обычно вот так вот беру и все это выщипываю не выбрасываю потому что это дабинг который нам пригодится теперь смотрите слегка уложнив пальцы я изготавливаю вот такую кисточку чтобы видеть куда у меня идет наклон опять же также по хитрости перехватываю так чтобы вышла у меня вот такая кисточка и уже эту кисточку устанавливаю так чтобы через жало прошла у меня середина моей кисточки также как вы видите я не прихватываю просто накидываю петлю опять и чтобы у меня не утягивала никуда материал не утаскивала нитка я к себе ведь я подтягиваю у меня материал так как я его установил так он у меня и остался находиться на моем крючке годится подхватили пока ничего не делаем берем наш любимый клей достаточно хорошую порцию возьмем клея ну без фанатизма и промажем вот всю эту нашу конструкцию немножко до самой джиговой головки закрепим теперь проволоку можно леску что вам будет удобно то есть тот материал который желательно закрепить уже и не доходя буквально пару витков отпускаем тело тело обычно можно использовать из даббинга из любых материалов которые у вас имеется в наличии но я а в свое время покупал вот такую волонтерейную тесьму которая достаточно хорошо работает при изготовлении у меня всяких вот таких вот стримеров по всей длине чтобы не было у меня разных бугров прихватываем до конца и теперь берем наше перышко вот здесь как я уже вам рассказывал необходимо подобрать перо из седла петуха для того чтобы нам бородок длины вот этой хватило для изготовления обмотки типа пальмера но честно скажу это стандартное изготовление воли байера поэтому вас если кто изготавливал сложности не должно возникнуть закрепили нить оставляем у груза опять возьмем немножечко нашего клея этот уже у нас впитался промажем и на сам клей не доходя буквально пару миллиметров следим за тем чтобы наш наша тесьма не утаскивала материал виточек виточку проматываем его по всему телу буквально как вот я вам и говорил не доходим 12 миллиметра крепим чтобы можно было здесь потом уже на закрепить проволоку без жабо отрезаем убираем если кто желает может допустим изготавливать все это с блестящими вот продаются всевозможные наборы дабингов как я уже показывал можно изготовить без всяких проблем и только с одного дабина я беру просто не даже не выкладывая перо не формирую бородки выбирая только лишь определенный угол и у меня перо уже само ложится так как ему нужно теперь обязательно перед головкой разворачиваем наше перо и вот здесь уже чтобы не было у нас скученности материала мы возле головки подравниваем наши бородки если у вас так как у меня вышло что попадает пуховое перо при изготовлении уже при завершении не пугайтесь потому что зачастую пуховое перо работает очень 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 хорошо несмотря на то что конечно служит она не так долго но вибрацию и игра у него очень хорошая как раз имитация вот у нас будет своего рода жаберок промотали вот два три полных оборота делаем прихватываем теперь я перевожу слегка увлажнив пальцы все назад и здесь делаю 1 2 оборота как бы отжимая все перо от головки чтобы мне не мешало в дальнейшем и никуда не убежала перо я промазываю нить клеем и проматываю два три раза на одном месте аккуратно можно скальпелем можно ножницами как вам будет удобно удаляем остатки пера если возникают какие-то трудности достаточно толстая перо ну можно подождать пока прихватит клей и теперь осталось нам только лишь пройти нашей проволокой слегка вот так раздвигая бородки чтобы их не прихватывать если есть сложности с бородками я обычно беру обыкновенную зубную щетку и и уже без всякой суматохи используя ее проходим прихватываем наше перышко дошли теперь перед головкой делаем два полных оборота убираем все ненужное и здесь уже окончательно все закрепим теперь смотрите что нам необходимо учитывая чтобы материал у нас не залазил я опять убираю все перо назад и нашей ниткой как бы замок стараясь закрепить проволоку если леска проблем тоже не будут у вас возникать ставим крючок в удобное положение ноготком удерживая проволоку и начиная ее вот так отламывать тогда у нас не образуется острых краев и нитка не режется если откусывать это неизбежно нанесем на нить клей и сделаем уже завершающий узел так почти готово теперь нам необходимо с вами совсем немножечко вот я покажу как он уже у нас готов вот как вы видите такой же вышел вышла у нас очередная джиг приманка нам необходимо довести теперь до товарного вида глазки которые мы приклеили что я делаю меня допустим все цвет устраивает мне ничего дополнительно не нужно я только лишь ставлю плоскость мои глазки и беру прозрачный лак капаем и даем лаку под суд своей тяжестью так чтобы по всей буквально и по свинцу распространился у меня лак вот так и сразу переводим вниз делаем также с другим глаз глазиком для чего я это делаю потому что чтобы вода под глаз не проникала и тогда наши глазки служат долго и оставляем в таком положении как вы поняли вот такая приманочка изготавливается достаточно легко быстро удобно и в то же время она достаточно результативно все друзья мои благодарю вас за внимание до скорых встреч